Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Касается каждого. В Бобруйске продолжается работа диалоговых площадок по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Этот документ в конечном итоге разработан с участием каждого. Какие вопросы волнуют белорусов? Запрещенный багаж, столичный наркоконтроль задержал россиянку и братьев из Бобруйска. Как пояснила задержанная, она около года работала с закладчественной территорией России. Что лежало в ручной кладе? Климатический тренд. В страну пришли морозы. Выходя на улицу, возьмите с собой термокружку с горячим чаем. Когда ждать потепления? А также лауреаты премии, специальные скидки и соляные пещеры. В белорусских санаториях в прошлом году оздоровились свыше миллиона человек. На них может положиться страна. Александр Лукашенко наградил лауреатов премии за духовное возрождение и спецпремии главы государства. Каждый год в рождественские праздники проходит одна из самых добрых в президентском календаре церемонии. Отмечаются заслуги людей, которые проявили себя в минувшем году, восхищались своим милосердием и самоотверженным трудом. Это ученые, военные, медики, педагоги, музыканты, священнослужители, спортсмены. В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Беларуси, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу. Но главное, мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа. Все то, что нас объединяет и позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Время показало, что наше молодое, суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы. Традиционно президент награждают и тех, кому покорился спортивный Олимп. Среди лауреатов и бобруйчане пловец Игорь Бокий и тренер по вольной борьбе Артур Зайцев. Психотропы в дамской сумочке. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 32-летнюю россиянку на ЖД вокзале в Минске. В ручной кладе обнаружены пакеты с особо опасным веществом, содержащим альфа-ПВП. Общий вес изъятого – 2 килограмма. Как пояснила задержанная, она около года работала с закладчистой на территории России. Информация о задержанной была направлена коллегам наркоконтроля Российской Федерации, которые провели осмотр места жительства женщины. В доме иностранки изъято 500 граммов мефедрона, 270 грамм альфа-ПВП и более килограмма марихуаны. Содержаны еще три оптовика – 31-летний житель Борисова и братья из Бобруйска. 24-х лет и 26-ти. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. В Беларусь пришли морозы. Днем температура опустилась до минус 15-ти. А ночью и вовсе обещают 24 ниже нуля. В такую погоду выход на улицу – настоящее испытание. Многослойная одежда, удобная обувь и теплые напитки. Как пережить холода, расскажет Карина Гуревич. В Беларусь хоть и ненадолго пришла настоящая зима. Даже воздух искрится от мороза. Днем столбик термометра опустился до минус 15-ти. Время доставать самые теплые меховые шапки, шарфы и варежки. Стоит задуматься и об удобной обуви. Главное правило при составлении гардероба – многослойность. Выходя на улицу, возьмите с собой термокружку с горячим чаем. Добавьте туда сахар или мед. Они создадут действительно бодрящий энергетический эффект. Тогда даже в самую морозную погоду прогулка будет по-настоящему теплой. В такую погоду главный враг – обморожение. Потери чувствительности, ощущения покалывания, побеления кожи и волдыри – первые признаки, на которые стоит обратить внимание. Плюс зимой увеличивается число гололедных травм. Чаще всего в больнице обращаются с ушибами. Для пожилых падения могут закончиться переломом шейки бедра. При ушибах, повреждениях, связок сразу, в первое время, кроме приезда обезболивающего, накладывается холод. Это лед из морозилки. Можно приложить только, конечно, через материю, чтобы не получить от льда тоже ожоги, возможно. В городе оказывается квалифицированная помощь травматологическая. Она круглосуточная. У нас работают больницы имени Марзона в БСМП, круглосуточный травмопункт. Также наиболее тяжелые травмы, которые происходят, оказываются в приемном покое. И прием проводится тоже круглосуточно. Помимо пешеходов страдают и автомобилисты. Из-за гололедицы возрастает риск ДТП. ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения. При этом дорожники к сюрпризам природы готовы. Запас на зиму – 12 тысяч тонн противогололедного реагента. Такая погода несет опасность не только на улице, но и в доме. Жителям частного сектора нужно быть на чеку. В холодную морозную погоду важно не перекаливать печи, камины, котлы, теплогенерирующие устройства. Постоянно наблюдать за топкой печей. Не использовать для розжига легковоспламеняющейся жидкости и не доверять топку печей детям. Зима 2022-го будет отличаться большой переменчивостью. И нынешняя неделя подтверждает этот климатический тренд. На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погоды. Ночью синоптики обещают морозы до минус 24. Днем же воздух прогреется до 4 градусов со знаком «плюс». Ожидается снег и туман. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Новый больничный, дополнительная скидка и новогодний экспресс. Белжеде в праздничные дни перевезла 2,5 миллиона пассажиров. Какие направления самые востребованные? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ продолжает выполнять задачи по охране объектов военной инфраструктуры Казахстана. Завершено инженерное оборудование блокпостов. Один из них на трассе в непосредственной близости от аэродрома. Ситуация в стране постепенно стабилизируется. Минздрав уточнил порядок выдачи справок о временной нетрудоспособности. В пункт 30 внесены изменения, чтобы урегулировать вопросы больничных тем, кто находится в декретном отпуске. В действующей редакции инструкции не учтены безработные женщины, которые ухаживают за ребенком до трех лет, но относятся к занятым гражданам. Подробности на сайте ведомства. Порговые сети готовы сделать 10-процентную скидку уязвимым слоям населения. Такое соглашение «Март» и крупные ритейлеры заключили впервые. Социально значимые товары можно будет купить дешевле во многих магазинах. Сейчас в списке 16 компаний. Планируется, что он будет расширяться. В 2021-м в белорусских санаториях оздоровились 1,2 млн человек. Свыше 125 тысяч – иностранцы. Более 95% – россияне. На втором месте – Казахстан. В целом география отдыхающих – 39 государств. После пандемии спрос постепенно растет, и здравницы восстанавливают привычный ритм работы. БелЖД перевезла 2,5 млн пассажиров за время новогодних и рождественских праздников. Наиболее востребованы были поезда городских линий. Ими воспользовались 119 200 человек. Кроме того, увеличился спрос на составы региональных линий бизнес-класса. Самое время определить будущее Беларуси. В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. На этот раз с педагогическим активом города встретилась депутат Палаты представителей. Ирина Рынийская подробно остановилась на том, что предлагается нового в проекте основного закона страны. Уделила внимание важности сохранения традиционных семейных ценностей и исторической памяти. Здесь же обсудили вопросы социальной поддержки населения. Все то, что записано в основном в законе страны, является незыблемым для того, чтобы наша республика улучшала и создавала условия для обыкновенного человека, живущего в нашей стране. И каждый человек на сегодняшний день может высказаться со своими конкретными предложениями. Это очень важно, поскольку таким образом мы можем констатировать, что этот документ в конечном итоге разработан с участием каждого жителя нашей страны. По изменениям и дополнениям в Конституцию от белорусов поступило около 5000 откликов. Все предложения ежедневно анализирует Центр правовой информации. Чаще всего жители интересуются статьями, которые связаны с социальной политикой государства. Референдум может состояться во второй половине февраля. Эстафета добра. В Беларуси продолжается акция «Наши дети». Уже на протяжении месяца госслужащие, бизнесмены, руководители предприятий и просто неравнодушные посещают дома семейного типа, многодетных и особенных детей. С подробностями Ольга Васенда. Детский дом посещает первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. В числе неравнодушных также военные, представители профсоюза, сотрудники департамента охраны, руководители частных и государственных предприятий. Количество подарков не счесть. Ноутбук, пылесос, принтер, развивающие игры, телефон и много-много сладостей. Мы должны, мы обязаны помогать и дошкольным учреждениям, и каким-то специализированным учреждениям, и детским садам, и школам. Это нормальная, хорошая, правильная практика, которая идеологически выстроена правильно в нашей стране. И мы это делали, делаем и будем, конечно, делать. В канун Нового года счет учреждения значительно пополняется. Благотворителями выступают военнослужащие. На перечисленные деньги руководство закупит одежду и обувь, жалюзи, ролл-шторы и мебель. Очень много средств личной гигиены, чистящих, моющих средств. Конечно же, море сладких подарков. Любой ребенок на Новый год мечтает получить вот эту заветную коробочку, картонную, в которой очень много вкусностей и сладостей. Уже больше 10 лет сотрудники Могилевского отделения Белорусской железной дороги приезжают к Солодким. Сейчас в доме семейного типа проживают 12 детей, двое родных и 10 приемных. В подарок родитель и воспитатель получают сертификат на 2000 рублей. Плюс каждому ребенку достается коробка конфет. Дети ждут приезда шефов. Шефы всегда к нам с подарками приезжают, с гостинцами. Им нравится к нам приезжать, и детям нравится их встречать. Доброта и забота в эти праздничные дни поселяются и в социальном приюте. Детей навещают депутаты, руководство Ленинской администрации, представители Следственного комитета, фондока, мясокомбината и славянки. В подарочных пакетах от игрушек до сладостей. Каждому ребенку хочется получить домашний праздник. Они вот попали сюда, между небом и землей. И, конечно, особенно важно, чтобы именно они были отмечены теми, у кого есть возможность подарить детям добро. Участниками благотворительной акции «Наши дети» уже стали свыше 150 тысяч юных жителей Могилевской области. На протяжении месяца госслужащие, бизнесмены и просто неравнодушные дарили частичку души тем, кто так в этом нуждается. Эстафета добра продлится до 14 января. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Вобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!